Добрый день, уважаемые зрители и все участники проекта Совалмаш. С вами, как всегда, Александр Сударев. Мы находимся в студии Совалмаш. И сегодня речь у нас пойдет о очень важных событиях. Я думаю, что ни для кого из вас не секрет, что произошло событие, которого ждали многие и довольно долго. Мы получили разрешение на строительство, с чем всех нас я еще раз и поздравляю. Потому что фактически непосредственное участие в получении документов, в работе с ними, при прохождении всех необходимых надзорных комиссий, принимали сотрудники отдела капитального строительства. Но в то же время в этот процесс было вовлечено огромное количество людей, таких как и сотрудники смежных подразделений. И в том числе, конечно же, это касается всех участников проекта, потому что каждый по-своему переживал эту ситуацию. Писали огромное количество пожеланий, предложений, как можно ускорить процесс, строили огромное количество предположений, с чем же связаны временные проволочки и так далее. В общем и целом, на сегодняшний день мы можем сказать с уверенностью, что задача была выполнена в полном объеме. И на сегодняшний день само разрешение вы можете увидеть на своих экранах. Попрошу коллег продемонстрировать вам его. Я думаю, что каждый из вас позднее в записи сможет поставить видео на паузу и более подробно ознакомиться с документом, ну а также найти его по ссылке в описании и изучить прям досконально. Ну а давайте теперь продолжим, чем же занимается сегодня СОВЛМАШ. СОВЛМАШу предстоит огромное количество работы, потому что, как мы уже сообщали в нашем информационном видео, которое, собственно, и рассказывало про получение разрешения на строительство, что приключения только начинаются. И на сегодняшний день данный документ открыл доступ к такому количеству и объему работ, который предстоит выполнить, что хватит его абсолютно на всех. Здесь точно можете быть в этом уверены. Сегодня специалисты СОВЛМАШ, помимо работы, связанной со стройкой, они также работают над получением всех необходимых разрешений. Вот был очень хороший вопрос касательно порубки деревьев, зеленых насаждений. Этот вопрос тоже необходимо согласовать. Все должно быть в рамках установленных законодательств. Но, опять же, стоит учитывать, что основной документ, который нас сдерживал и не давал приступать к более решительным шагам, он уже получен. Поэтому осталось дело за малым. И уже в ближайшее время, я думаю, мы сможем вас порадовать и другой информацией, связанной с получением необходимых разрешений, и расскажем о том, когда и как мы приступили к работе. Я думаю, в тот момент мы будем говорить именно в таком формате. Потому что все-таки многие из вас знают, что СОВЛМАШ говорит о том, что было сделано, а не о том, что предстоит сделать. Поэтому предлагаю всем набраться терпения и ждать дальнейших действий, которые вы уже увидите в ближайшее время. Что же сегодня еще хотелось бы отметить? Мы подготовили для вас интервью с Дмитрием Александровичем Дуйновым. Мы смогли вклиниться в его сложный, довольно плотный рабочий график. И он ответил на несколько наших вопросов. Ну, если быть точнее, на несколько ваших вопросов. Поэтому давайте мы поступим следующим образом. Сейчас мы запустим подготовленный видеоряд. Вы его внимательно посмотрите. А пока вы будете за ним наблюдать, я попрошу вас подготовить вопросы, которые вас интересуют. И мы постараемся на них ответить в полном объеме. Поэтому попрошу коллег включить видео. Вам приятного просмотра. У вас в студии. Вы сюда, конечно, часто заходите, но последнее время не в момент съемок видео. Многие наши зрители уже заждались. Добрый день, уважаемые инвесторы, коллеги, партнеры. Да, зашел. Удачно. Я думаю, что очень. И у нас к вам сразу же первый вопрос, который мучает многих. Почему же вы отсутствовали на съемках? Правда, я на него неоднократно отвечал, но хотят услышать от вас. На съемках отсутствовали? На экспертном времени. На экспертном времени, да. Ну, в каких-то таких текущих видеороликах. Ну, что тут скажешь? Причин несколько. Просили. Просили. Нет, это шутка, конечно. Просто надо понимать, что экспертное время у нас в прямом эфире идет в 2 часа, он начинается. С 2 до 4. Это хорошо, когда в это время не проходят какие-то мероприятия, встречи рабочие. Вот, и есть возможность присутствовать, да, и участвовать в экспертном времени. Но в последнее время работа таким вот образом шла, что не всегда удавалось бы в это время. И да, даже если бы, ну, там, как-то, несколько, некоторое время, там, ну, 15-10 минут можно было поучаствовать, то дальше пришлось бы встать и уйти. Либо приходить уже под занавес, собственно говоря. Это первая причина. Вторая, ну, конечно, можно было бы перенести экспертное время, там, на более позднее время и так далее. Но надо понимать, что ресурсы и организма, и людские силы, они тоже имеют определенный запас, да, можно на запасе-то прокатиться, а дальше что будет? Поэтому, да, все-таки надо понимать, что есть определенный темп, но можно держаться в среднем рабочем темпе, можно выше, можно еще выше, можно еще, 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 еще выше, но рано или поздно надо будет этот темп сбавлять. Так что невозможно все время находиться в диком темпе таком, да, потому что, ну, я все прекрасно знаю, что даже когда идет, ну, кто на велосипедах гонял, гонка за лидером, четверками еду, да, вот лидер, он рассекает воздух, идет впереди, потом он отходит, выходит следующий. Делает рывок, выходит, но есть такая тактика, когда он выходит, вот так вырывается вперед, подтягивающий больше, а есть просто отстает. Можно применять одну и другую тактику, да, но последний рывок, это вот, это вот последний, да, этого доводить, конечно, никогда нельзя. Вот, поэтому, это получается, что даже изменение времени, оно бы ни к чему не привело в итоге. Так что два часа в день при определенных условиях, это непозволительная роскошь. Ладно, второе, третья причина заключается в том, что у нас с вами вопрос, вот, который мы рассматривали, рассказывали, говорили, мы давали какие-то новости, рассказывали о них, а потом мы отвечали на вопросы. И в конце концов, наступил момент, когда эти вопросы стали ходить просто по кругу. Действительно, так оно и есть, очень часто повторяются. Да, смысла, смысла не было. Поэтому, да, можно было бы тратить время, но зачем? Его можно было бы потратить, и нужно было тратить более эффективно. Вот основные причины, почему это происходило. Ну, и на новости у нас такой момент, что новостей-то много не бывает. Начинать с определенного момента. Да, но зато они бывают в последнее время очень даже громкие. Да, ну, это можно сравнить, как вот, когда копаешь колодец, да, первый день, первый день, ну, три метра выкинул, да, там, кольца поставил, четыре кольца одну запасную часть, объем работы виден. Ну, а дальше больше метра не получается. Даже если много людей соберешь, там один человек сидит. Вот, и уже движение замедляется. Поэтому мы с вами определенное время двигались за счет, в информационном плане, за счет наработок, которые были сделаны раньше. И вот надо хорошо понимать, что вот когда проект начинается, используется наработкой многих лет. В данном случае это наработки 25 лет, в принципе. И они выгружались, выгружались в информационном плане. Толст, да, и вот это первый день, да, четыре кольца. А начиная с какого-то определенного момента, работа становится более тяжелой и не стоит зрелищей. Плюс ко всему там попадаются и каменные там вкрапления, иногда и колчедан, когда его рубить надо, а потом водичка, верховодка начинает топить там тебя и так далее. Все эти прелести, да, и каждый шаг тяжелее и тяжелее, объем работы, но большой результат не столь заметен. Хотя истинное, с точки вот именно добиться до воды, дойти до чистой воды, уже до водоносного полоста, там остается немножко, но с каждым метром все сложнее. Но потом в итоге ты дошел до водоносного полоста, у тебя чистейшая вода, делаешь зумф за пасиком, чтобы водичка, в зависимости от дебета, потом туда промытый щебень, чтобы водичка не мутилась, и кусочек серебра, чтобы обеззараживалось. И все, поехал, да, источник, источник, который ты черпать будешь многие годы. Так и проект, вот копать колодец, делать колодцы и делать проект, они технологии в чем-то схожи, в чем-то схожи. Ну и самое главное еще, надо не забыть, что когда ты делаешь там, вначале делаешь шире, а потом забиваешь, делаешь гидрозатворы сверху, для того, чтобы грязь туда не попала. Это на начальном этапе надо делать все так, чтобы не было этой грязи. Чтобы дождь там, навоз там, все, вот туда не попал. Все это дерьмище. А иначе с водой будут проблемы. Будут проблемы, да, поэтому это на начальном этапе. И в проектах точно так же. Именно такие подходы позволяют избежать очень-очень многих неприятностей в дальнейшем. Ну и в ходе реализации проекта то же самое, если все сделано правильно изначально, и ты заботишься о чистоте будущего источника, ты принимаешь меры для того, чтобы вот это дерьмо туда не попадало. И вот сейчас уже не первая проверка у нас правоохранительных органов. Без дерьма. Значит, это очень хороший показатель результативности той работы, которая была проделана. Поэтому, если вы хотите делать проекты, копайте колодцы. Шутка, конечно. Ну, именно поэтому, пока, да, вот это время, была пауза. Дмитрий Александрович, я думаю, всех будет интересовать вопрос, чем же тогда конкретно занимались, над чем велась работа? Мелочами. Ну, как рассказать про мелочи, брать? Характеризовать их. Наверное, дьявол кроется и молоча. Вот эти мелкие текущие работы, которые кажутся только мелкими, на самом деле они достаточно объемные, но чтобы охарактеризовать, что это стоило. Я не говорю про проверки, там, это нет. Нет, я имею в виду, другие именно работают. Ну, я похудел на 15 килограмм. Это существенно. Поэтому мелочи, цена этих мелочей. Да, потому что мы с вами за это время, за два месяца, буквально, да, почти три, мы же создали очень много интересных технологических переделов, очень интересных, и оборудование создали, и подтвердили те технологии, и те решения, которые еще в 2014 году были приняты. Сейчас вот идут подтверждения, да, мы были разработаны новые схемы, проходили новые тесты, но в итоге сейчас результат, да, мы можем сказать, что да, то, что мы в 2014 году решение предложили, оно существуемо и реализуемо. И вот этими словами, несколькими словами, кроется колоссальный объем работы, который был проделан. И много-много-много другое сделано, которое, ну, его не покажешь, об этом не расскажешь, но это позволяет сделать большой шаг в дальнейшем. Технические решения. Вот вы в курсе, у вас, по-моему, будет сюжет насчет мотор-колеса. Да. Все говорят, вот, забыли про мотор-колеса, вот говорили, а где мотор-колеса и так далее. Да, вот только недавно принято решение. Но для того, чтобы это решение Роспатента появилось, решение выдачи патента, чтобы оно появилось, надо было проделать конкретную работу. И работа шла сколько? Год. Но она основывалась на результатах тестов тех прототипов, которые Виктор Аристов в Монако катал, в Германии катал. И опыт тестирования, практика, наработки все эти легли в основу нового патента, которые принципиально меняются. Вы подробно расскажете, если все это дело. Но для того, чтобы эту задумку реализовать, нужны многие другие технические решения, другие технологии, которые надо было подготовить, их продумать и показать техническую существительность. Их надо было реализовать. И это все не зрелищно, это все такая тяжелая рутинная работа. Это не говоря о том, что если вот сейчас получили разрешение на строительство, сколько было перипетий, сколько было возвратов, сколько, и не по нашей, то вине. В основном там наша, нашей вины в одном из этих случаев не было. Отказа это было связано со спецификой работы всех. Потому что там же завязаны особо экономической зоны, и проектировщики, и предпроектное проектирование. Там очень много. Это те же службы разрешительные. То же самое Шереметьево. Те же самые проблемы с кабелем, с подстанциями и так далее. Потому что на каждом этапе кто-то где-то что-то не дорабатывал. То есть фактически чем больше составляющих, тем сложнее получить результат. Это главное долю. Да, и чем больше организаций, с которыми мы взаимодействуем, везде есть небольшие косячки. И они вот выразились. И вот теперь представить объем работы, который сделал ОКС, сотрудник ОКС нашей команды. Сумасшедший объем работы. Но и не только объем работы, но еще и моральная нагрузка, которая на них лежала. И лежит сейчас. А это серьезный. Потому что каждый раз, каждый отказ, они же воспринимают это как лично. И надо было всем проявить и терпение, и выдержку. Не сорваться ни на обвинения, упреки, какие-то разборки. Нет, надо было просто планомерно работать. Продолжать работать, невзирая ни на что, ни на какие сложности. В итоге результат. И вот это, ну, отбирает очень много энергии. Потому что, не зря же говорят, что самое сложное – это ждать и догонять. Когда многие там теряют веру, там, там. Съедает очень много сил, очень много сил. Но коллеги справились, сделали это. Ну, об этом же, ну, что об этом мы можем рассказать? Как это можно показать? Ну, вызывают это ерничание. А, вот опять, а вот вы там, пятое, десятое, да? Но ведь ценятся люди и специалисты за то, что не умеют достигать результата. И не достигли. Это как раз показатель того, что там профессионал. И ведь, главное, оспорить этот факт уже нельзя. Ну, если кто-то хочет, пожалуйста. Я думаю, не стоит. Ну, пусть поспорят. А дальше сейчас те же самые порубочные листы, дендропланы. Все остальное пошло, вот такая работа рутинная. Ну, а плюс ко всему, не надо забывать, что вот ОКС, сотрудники ОКСа, это, помимо той вот этой работы, которую делают они со всеми службами, с которыми взаимодействуют, очень много совещаний. Очень много. Которые проводят администрации и так далее. Во всем этом тоже надо принимать участие. Это колоссальное количество времени, сил и нервов, между прочим. А это колоссально. Потому что выдержать порой такое, ну... Это хорошо, когда работа осмысленная и результативная. Не для галочки. Да. Но дело в том, что мы порой вынуждены участвовать в тех работах, которые делаются для галочки. Кто-то отчитаться хочет? Значит, вот сейчас... Ну, не буду. Я просто хотел про объявление. Когда вот, ну... Хотят создать массовочку, да, вот проводят мероприятие вроде бы как, и за участие массовочки приглашают и... Это как? К сожалению, это норма. Вот когда мне говорят, а вот... Вы почему не обращаетесь туда, почему не обращаетесь сюда, я всем говорю, что... Ребятки, а вы обратитесь, а потом опытом поделитесь. Отличный ответ. Нет, потому что... Ну, вот как объяснить, почему не обращаетесь? Да мы обращаемся, да мы обращались, да мы были. Вот у нас есть стена плача, вы знаете, в кабинете, да, там дипломы висят, и так далее. Там, где диплом, мы на первом месте. Там, где деньги, дырочка от бублика, можете повесить на гвоздик. Ну, тоже удобно, между прочим. Да, и вот такая работа, ну, а для того, чтобы поучаствовать во всем этом, это готовятся документы. Над документами надо работать. И вот сейчас есть некоторые инвесторы, которые задают вопрос, а когда будет скорректирована смета? А я вот думаю, можно сейчас посадить людей, и они будут делать бездумную, дурную работу. Вот мы сейчас, допустим, обсчитываем стоимость двигателей, которые принимали участие в экспериментах, мы проводили работу, мы приобрели комплектацию, там, сделали двигатель, потом проводили над ними эксперименты, тестировали и так далее. Это затраты. Куда относятся эти затраты? Ну, естественно, стоимость этих двигателей. Потому что это эксперимент. Но ты же не можешь эти деньги взять и куда-то повесить просто так. Идет зарплата, идет аренда помещений, там, амортизация, оборудование и так далее. Все это затрачивается. Куда его? На этот двигатель. И вот двигатель растет в цене. И баснословные деньги стоят уже. А куда этот двигатель потом пойдет? Он пойдет в стоимость разработки. Потому что эти эксперименты проводятся не ради эксперимента, а ради достижения технического результата. Конкретного. Конкретного. Которого уже прописана, скажем так. Ну, предположительно. Да. И вот когда говорят, ну, а что там там новый двигатель? Ну, посчитали там. Нет. Это вот так идет. Поэтому многие предполагают, или полагают, что должно быть так. На практике все совершенно по-другому выглядит. И поэтому вот эта вот работа, это вот эти вот мелочи. Мелочи. Которые... Они не видны, но мы их прорабатывали. Потому что вот тот запас, который был наработан за 25 лет, мы его и зарасходовали. Все тут стартовые позиции, которые были, когда выходили на проект, мы... И вот работа, мы использовали, мы информационные все высосали. И дальше идет рутина. Метр за метром, метр за метром, шаг за шагом. И когда говорят, что вот инвесторам нужна там картинка и так далее. Какая картинка? Обман? Что-нибудь придумать? Или переливание с пустого в порожье, так как... Я не понимаю, зачем это делать. Потому что человек, который компетентен в этих вопросах, он сразу скажет, что-то ерунду городит. Поделать просто нельзя. Да. А человек, который не понимает, ну, он может быть, ему, да, будет интересно. Но потом, со временем, когда подойдем к результату, он скажет, ребята, а вы нам тогда вот тут лапшу на уши. Стоит этим заниматься? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Поэтому надо понимать ответственность за все эти вопросы. Это первое. И второе, надо не забывать, что по нашему примеру, используя наш опыт, другие будут делать проекты. И они будут во многом повторять наши шаги. Если мы их поведем по ложному пути, мы их подставим. Ну, то есть, фактически, успешная реализация проекта «Соволмаш» позволит многим, ну, можно сказать, не совсем изобретателям, и не только бизнесменам, а вот проекта… Инновационный бизнес, да. Возродится, я бы хотел так сказать. Может быть, это громко, но, по-моему, это так и есть. И поэтому нельзя идти на поводу конъюнктурщиков. Потому что очень много всяких предложений идут, иногда обижаются на меня, что, допустим, я отвечаю там или еще что-то. Просто вступать в эти дебаты, ну, это не уважать тех, кто обратился, в первую очередь. Ну, вот последний свежий пример. Ко мне пришло письмо от одного человека, ну, партнера, я не знаю точный его статус, коллега. Он представил себя как специалистом в вопросах безопасности, включая информационные. И вот звучит сейчас претензия, что компания наша, никто ему не дал ответ, не отвечал, и я в том числе не ответил. Вот я хотел бы ответить сразу всем, задающим подобные вопросы. Вот человек задал вопрос, что, говорит, я вот специалист, и в вопросах безопасности я мог бы возглавить его службу безопасности. Я могу сказать одно, что если бы этот человек был действительно специалистом в вопросах безопасности, он бы сюда не обратился. Я могу взять руководителя службы безопасности только того человека, на котором у меня есть материалы, которые бы, если передал бы ФБР, ему бы грозил электрический стул. Ну, ФСБ, 25 лет строгого режима, а если людям, вот так, как Владимир Владимирович сказал, да, мы с пониженной социальной ответственностью, да, а, да, с пониженной ответственностью перед законом, да, ну, скажем, наркокартель экологийский, да, с него бы с живого сняли бы шкуру и засыпали бы наркотиками. Вот если бы у меня на него была такая информация, я бы его взял в службу безопасности. Ни при каких других раскладах нет. Поэтому человек, который знает, что такое безопасность, система ее обеспечения, он бы не стал обращаться к нашим незнакомым человеком, никто не возьмет. Ведь на каждую службу безопасности нужна новая служба безопасности. И продает безопасность. Точно так же, как вот приходит радиоспециалист в области финансов. Очень интересно, я говорю, а какой вы проект реализовали инновационно? Ну, инновационно нет, но у меня-то образование и так далее. Я говорю, замечательно. Я прошел курсы личностного роста. До свидания. Разговор закончен. Разговор закончен. Почему? По качану. Вот недавно мне прислали ссылочку, и там один профессор, не буду говорить, какого-то университета, института там и так далее, доктор наук, рассказывал про рейдерство. И чем отличается рейдерство от рэкета. Я тихонько хихикал. Почему? Потому что этот человек, да, может он доктор наук, я не спорю. Он много читал, я не спорю, он много изучал, я не спорю. Но он не практиковал. Потому что вот я занимаюсь сегодня, у меня была трассная компания, УДО доверие. Брал управление акцией, управлял акционерами, обществами. До проекта этого. Задолго. И я не на словах, а на деле знаю, что такое рейдерство. И как она реализуется в современных условиях. И знаю это не по книгам, а по собственной шкуре. Собственно, который, как говорится, на нервных окончаниях это делает. Поэтому, когда вот, ну скажем так, есть два кота. Есть домашний, сытый, откормленный, Мурлыкович и есть. Бездомный, дворовой, который там живет на мусорной свалке. И знает о жизни намного больше, чем тот, который сидит за стеклом. Два разных животных. И то, и то код. Да, поэтому. И где-то так. Поэтому вот все эти вопросы, связанные с кадровой политикой, с подбором, с работой и так далее. Это вот та рутина, которая не видна, но которой приходится заниматься каждый день. Это отнимает силы, время от основных направлений. Но что делать? Приходится. Но чистая вода уже близко. Уже намного ближе стало. Ну, приблизительно этим и занимался. Я думаю, очень исчерпывающий ответ. И все наши зрители удовлетворят свой интерес. Надеюсь. И поэтому я... Давайте так. Есть много вопросов. Я, естественно, по ночам, по вечерам просматриваю вебинары. Экспертное время просматриваю. Вебинары Павла Филиппова просматриваю, естественно. Все, насколько мне хватает времени. Я все эти информационные потоки знакомлюсь с ними, смотрю и принимаю к сведению. Но можно констатировать одну простую вещь, которая является фактом, что чуть-чуть, как говорится, мы, несмотря ни на что, прошли три года. И в отличие от других проектов, команда с каждым днем все более-более цементируется. Нет тех процессов, которые происходили в других проектах. Вот что бы там ни говорили, как бы там ни говорили, но обратите внимание, команда работает стабильно. Что в плане Solar Group? Что в плане Solar MASH? Потому что вот этих процессов, таких вот негативных, нет, есть свои рабочие моменты. Они происходят. Потому что в командах везде не специалисты высшего класса, которые набили опыт. Нет, там обычные люди, которые желают, и которые учатся. Набивают собственные шишки, но они учатся. И становятся специалистами, я думаю, что эти команды смогут много. Если, конечно, не зазвездятся, да, то некоторые звездочки хватают, да. И такое бывает. Да, ну, это хорошо то самое, если это звездочка, то это то, что ты лбом в стенку рубанулся и понял, что идешь не туда. А если просто звездочку хватанул, потому что что-то не ту потянул, ну, тут, как говорится... Да, падающие звезды – вещь страшная. Да. Спасибо вам за то, что пригласили. Да, спасибо. На время, да. Хорошего вам экспертного времени. Спасибо большое. До встречи. Уважаемые зрители, в том видео мы закончили, ну, а здесь мы только начинаем. Итак, давайте сразу перейдем к ответу на вопросы. Я думаю, что Дмитрий Александрович исчерпывающе ответил на те вопросы, которые мы ему задали в интервью. И сразу, прежде чем все-таки, как мы перейдем к ответам на текущие сегодняшние вопросы, я напомню каждому из вас, что если у вас есть вопрос к конкретному техническому специалисту по конкретной технической теме, либо вопрос к Дмитрию Александровичу Дуйнову и даже к Павлу Филиппову, вот оставляйте их в комментариях. Мы ведем реестр вопросов и постараемся при возможности, при наличии свободного времени и возможности адресовать эти вопросы непосредственно тем лицам, которым вы их задаете. Ну и касательно Павла Филиппова, конечно же, все же я буду настаивать на том, чтобы вопросы к финансовой части компании задавались напрямую ему, потому что для этого есть специально отведенное время каждый вторник в 19.00 по московскому времени. Итак, давайте начинать. Многие интересуются, как стать официальным дилером. Есть ли какая-то форма заявки для этого или что-то в этом духе. Давайте разбираться. В первую очередь дилером, чего вы хотите стать, какую продукцию вы планируете продавать. Если мы говорим о разработке, то здесь скорее невозможно стать официальным дилером, потому что заказчик напрямую обращается в Соволмаш и, соответственно, идут уже все необходимые работы. Если вы говорите о возможных партиях, о той информации, которая касалась официальных лицензиатов, людей, которые имеют богатый опыт в работе с технологией совмещенных обмоток «Славянка», то здесь все очень просто. Лицензированные обмотчики, они не только имеют понимание и представление о том, как работает технология, и они могут быть не только продавцом определенных технических изделий в части двигателей, но они также могут обеспечить сервис, обслуживание. У них есть база клиентов, которые либо уже пользуются их услугами, либо, скажем, потенциальные заказчики. Поэтому, если мы говорим о дилерской сети подобного направления, то это касается только тех людей, кто может подтвердить свою компетентность и опыт при работе с технологией совмещенных обмоток «Славянка». Давайте дальше. Когда будет порубка растительности? Ну, я уже в начале нашей передачи говорил о том, что порубка растительности возможна в том случае, когда произойдет все необходимые согласования, и мы получим соответствующие разрешения. Но в любом случае это уже не столь долго и продолжительно, как получение самого разрешения на строительство, поэтому более подробную информацию на этот счет вы, я думаю, скоро узнаете. Ну, опять же, понятие «скоро» оно весьма растяжимо, поэтому как только информация к нам поступит, мы вам ее сообщим. Сделайте в кабинете рубрику «Голосование», это очень пригодится в будущем. Например, будем далее собирать инвестиции на завод или ограничимся КБ. Я думаю, что те специалисты, которые занимаются формированием личного кабинета, это предусмотрели и такая возможность технически реализуема. Вопрос в том, насколько она нужна на сегодняшний день. Но если такая необходимость будет возникать, то наши специалисты смогут сделать это, я думаю, в кратчайшие сроки. Если мы говорим именно о личном кабинете, я думаю, что этот вопрос будет более правильно задать Павлу Филиппову, потому что все же личным кабинетом занимается Solar Group. Касательно сайта «SovelMash» такая возможность также предусмотрена, но в зависимости от необходимости она будет реализовываться. Как у вас успехи в области контроллеров и энкодеров? Получается что-нибудь? Вопрос хороший, довольно простой, и ответ на него будет такой же простой. Получается. Есть разработки, есть некоторые технические решения, есть опытные экземпляры, и я думаю, что в будущем мы сможем более подробно рассказать вам об этом всем, и даже, я думаю, что покажем. Но, как говорится, всему свое время. Работа проводится, как будет результат, который мы захотим обнародовать, когда это будет целесообразно, скорее правильнее будет сказать. Конечно же, мы это сделаем. Решена ли проблема с высоковольтным кабелем? На данном этапе происходит решение. Скажем так, это уже не проблема, это рабочий нюанс. И все идет в рабочем ритме. Ведь вы должны понимать, что для того, чтобы работать с высоковольтным кабелем, необходимо соблюдать все нормы безопасности, все требования, предписанные законодательством Российской Федерации. И это процесс не очень быстрый и простой. Здесь возникает много нюансов. Поэтому специалисты занимаются, работают. Но, как вы можете понимать, это не стало причиной о невыдаче разрешения на строительство. Оно уже получено. Поэтому далее в рабочем процессе. Как себя показывает новый генподрядчик? На сегодняшний день строительный городок был успешно разбит. Тот необходимый минимум, который необходимо было выполнить, он выполнен. И на сегодняшний день до получения разрешения на строительство были возведены временные сооружения, организованы пункты, помывочные станции для техники строительной. Организован подъезд на территорию, уложена временная дорога. И пока все хорошо. Я думаю, так дальше и будет продолжаться. Но я думаю, что мы уже в ближайшее время сможем приступить к основной части строительства. И как только это произойдет, вы сами сможете наглядно увидеть, насколько новый генеральный подрядчик соответствует возложенным на него ожиданиям. И в формате видеоотчета, когда мы сможем показать выгрузку металлоконструкции, сборка, монтаж, я думаю, это будет очень наглядно, интересно и любопытно. Один вопрос пропустил. Симмонс как-то реагирует на потенциального конкурента или монстр не замечает? Я думаю, стоит спросить у Симмонса. Специалисты Solar Group молчат. Может у вас есть информация, были ли приняты меры по специалисту, который своей некомпетентностью, прочитаю как есть, профукал деньги, налоговые деньги. Вы знаете, здесь ответить можно так, всему свое время. Вопрос был адресован конкретным личностям, и я думаю, что исходя из этого вы и получите ответ. Как было принято решение о передаче Маклауду «Мотор-колеса» первого образца? Вопрос хороший, я думаю, на него сможет ответить Дмитрий Александрович Дуйнов в одних из следующих передач. Либо, возможно, мы сможем пообщаться с Николаем и послушаем, как этот процесс происходил с его точки зрения. Получается, официальное строительство смещается на полгода, соответственно, и окончание тоже. Ну, вот здесь немного вырвано из контекста, и смотря от чего отталкиваться. То есть, если мы говорим о том, что у нас есть план-график приблизительный, который мы вам показывали уже, то, по большому счету, там были заложены определенные временные рамки. На сегодняшний день мы уже получили разрешение на строительство и должны получить еще ряд документов, которые позволят нам уже в полную силу, используя полные мощности, приступить к необходимым работам, то там был указан четкий срок, который не должен быть нарушен. Если, конечно, будут возникать определенные сложности, если будут возникать дополнительные непредвиденные ситуации, то не стоит забывать, что сроки действительно могут быть изменены, так как это предварительный план-график. Он не может быть в любом случае конкретным и с точностью до месяца, до дня, до часа быть выверен изначально, потому что, как показала практика, я думаю, многие из вас уже с этим сталкивались, при ремонтах банально даже квартир, частных домов, чего угодно. И зрители, которые следят за проектом, тоже также прекрасно понимают, что получение определенных разрешений также бывает затягивается, бывает возникают непредвиденные обстоятельства, когда пришли на участок, начали копать, и выясняется, что вы попали в то, чего не должно быть на участке. Бывают разные ситуации, поэтому будем надеяться, что мы будем полностью соответствовать рабочему графику и плану, который был намечен ранее. Вопрос к Дмитрию Александровичу по поводу самочувствия. Я думаю, что вы прекрасно сами видели, как Дмитрий Александрович выглядит, и он находится полностью в рабочем состоянии. Опять же, еще вопросы. Ну, давайте так, вопросы к Дмитрию Александровичу мы адресуем непосредственно ему, и когда у него возникнет возможность, он, я думаю, постарается на них ответить лично. Не будем устраивать сломанный телефон. Следующая стадия строительства – это постройка помоечных пунктов и получение порубочных листов. Давайте так, мы постараемся подготовить материал более подробный о том, как это будет выглядеть и работать, и тогда, когда это будет возможно, мы постараемся вам поподробнее что-то рассказать. Но не обещаю, так как специалисты отдела капитального строительства очень сильно сейчас заняты, и заняты они именно реализацией этих планов. Поэтому, скорее всего, все же мы с вами будем говорить в формате того, что было сделано. Но мы, опять же, вернусь к разрешению строительства, должны понимать, что как только этот документ был получен, возможностей в плане исполнения определенных работ стало значительно больше. Поэтому ждите новостей. Будет ли отправлена съемочная команда на порубку в качестве съемки или с пилами? А там как пойдет. Потому что, понимаете, съемочная команда, она работает по принципу оказания помощи всем нуждающимся. Если человек с камерой резко увидит нуждающегося в помощи, он поставит камеру и начнет снимать такое модное слово «таймлапс». А сам возьмет пилу и будет помогать. Поэтому у нас очень дружный коллектив, и все стараются помогать. Но, конечно же, в рамках закона и соблюдения техники безопасности, что очень важно. Сможет ли проект ехать дальше без семьи Дуйновых? Пока ощущение, что если что-то случится с ними, то все крах. Вы знаете, хороший вопрос. Давайте подумаем, какой может быть на него ответ. Может ли самолет лететь без пилота? Может. Но в каком направлении? С другой стороны, существует такое понятие, как автопилот, и определенные функции выполнять он может. На современных машинах это более совершенная система. Хорошо. А может ли самолет лететь без двигателя? Тоже вопрос интересный. И вот если углубиться и пофантазировать на все эти темы, то каждый для себя сможет получить совершенно разный ответ. Но одно я могу сказать точно, что человек, как существо системное, умеет адаптироваться к окружающей среде. И если какой-то из органов начинает работать неправильно, то организм распределяет таким образом свою работу, что он все равно способен существовать. Но если отнять или вывести из строя ключевые механизмы, я думаю, все прекрасно знают, что может произойти дальше. Скажем, сердце. Но с другой стороны, технологии развиваются, ведь можно поставить кардиостимулятор или даже искусственное сердце. Вопрос философский, поэтому ответа на него однозначного вы никогда не узнаете. Я думаю, что вы сможете задать этот вопрос Дмитрию Александровичу, и он лично сможет вам как-то более подробно осветить. Но это всего лишь мои мысли и размышления вслух, потому что на подобного рода вопросы, повторюсь, однозначного ответа лично у меня точно нет. Можете что-нибудь сказать о смене этапа? Могу. Могу сказать, что Павел Филиппов во вторник в 19.00 рад будет этому вопросу. Давайте пилить безборубочных листов. Дайте мне бензопилу, и я спилю все деревья. Предложение, конечно, заманчивое, но последствия будут стремительно негативными. Поэтому я думаю, что давайте все-таки соблюдать нормы, предписанные законодательством, и продолжим традицию, что даже при пристальном надзоре определенных органов, мы соблюдаем все требования, нормы, правила, и продолжаем, успешно продолжаем свою деятельность. И пусть дальше будет так же. Говорили, что смету скажут после получения разрешения, верно? Уже можно задавать вопросы? Евгений, вопрос хороший, я думаю, что вы пришли не сразу на наше экспертное время, поэтому я предлагаю посмотреть вам данную передачу в записи, тот фрагмент, где Дмитрий Александрович дает интервью. Вот там он про этот вопрос очень хорошо и подробно рассказывает. Поэтому я думаю, ответ вы сможете там услышать. Наверное, необходимо провести вебинар по теме финорганизации, обеспечения ликвидности внутренней биржи и ее организации. То есть, как видит команда реализацию этого вопроса потихоньку, пора уже обрисовывать. Но этот вопрос так же лучше задать Павлу Филиппову, это будет правильней. Я думаю, он сможет вам на него ответить. Следующий вопрос, что там с капсулой времени? На сегодняшний день с капсулой времени все хорошо. Обрабатывается информация от участников. Формируется общий вид. И на сегодняшний день подготавливаются материалы, которые, собственно, и послужат носителем той информации, которая была нам предоставлена. Я думаю, что уже довольно скоро мы сможем вам показать, как это выглядит. Ну, а процесс закладки, я думаю, уже ближе к делу, ближе к реализации мы вам уже сообщим подробности. Ведь, понимаете, здесь тоже по капсуле времени есть некоторые сложности. Вот было сказано, что вам необходимо присылать свое ФИО, свой отзыв, и все это должно было быть в определенном виде представлено. То есть, там были некоторые требования. Но как это происходит на деле, в принципе, много где, не только в нашем случае, многие из участников нарушили эти требования и прислали материал не совсем в том виде, в котором мы бы хотели его видеть и с которым было бы удобно работать. Поэтому на сегодняшний день мы занимаемся оформлением всего этого, подгонкой к общему знаменателю, к общему виду, и чтобы сделать все качественно и лучшим видом. Поэтому ждите. Скоро узнаете подробности. К вопросу о таймлапсах. Было бы неплохо снимать периодичные такие видео и потом, накопив материал, сделать общую нарезку. С квадрокоптера тоже. Полностью с вами согласен. И я думаю, что мы при возможности будем так и делать. Действительно, кадры получаются феноменальные. Если кто-то из вас видел, как возводятся заводы, особенно когда камера зафиксирована в определенном месте и процесс строительства протекает через времена года, то действительно завораживающее зрелище. В свою очередь мы подумаем, как реализовать подобное. Но стоит учитывать, что мы находимся на территории технополиса Москва. Это охраняемая зона. И там есть некоторые ограничения в плане съемочных работ, запуска квадрокоптеров. Необходимо получать все соответствующие разрешения. И в связи с этим мы прорабатываем вопрос о том, как же нам сделать красивый видеоотчет о строительстве. Какие вопросы задавать тебе-то? Ну, те вопросы, которые вас интересуют. Если, повторюсь, если даже я не смогу на этот вопрос ответить сейчас, ничего страшного в этом нет. Мы его зафиксируем. И, конечно же, передадим тем людям, которые за это ответственны. Ну, а дальше посмотрим. Либо, если сформируется необходимое количество, ну, необходимое определенное количество вопросов к конкретному специалисту, и у него будет физическая возможность на них ответить, то, возможно, он ответит сам. Ну, либо предоставит ответы мне, и я до вас донесу всю интересующую вас информацию. Поэтому в любом случае задавайте все, что вас волнует. Сколько листов пожеланий прислали для капсулы времени, хоть примерно? Давайте мы немножко все-таки соблюдем некоторую интригу, если можно так выразиться. И чуть попозже вы сами все прекрасно узнаете. Я думаю, это не та информация, которую необходимо было бы сейчас подать. Поэтому немного поинтригуем. Тогда ставьте пару вышек, и на них камеры онлайн. Логично и правильно. Поэтому продумываем, как и когда можно это все сделать. Когда можно будет и где задавать вопросы по финансам? Я бы, например, продал половину долей по нынешнему этапу. Эти вопросы касаются финансовой части компании, поэтому задавать их нужно Павлу Филиппову. Каждый вторник, 19.00. Но на сегодняшний день такой возможности, насколько я знаю, нет. Вот, собственно, при открытии внутренней биржи, когда и как это будет, это уже вопросы к Павлу. Там Павел подробно сможет ответить на эти вопросы. Разрешение на квадрокоптеры, на съемку. Мы там ядерный полигон строим, что ли? Ну, вы знаете, ядерный полигон призван разрушать, а то, что строим мы, призвано создавать. Поэтому, конечно, не ядерный полигон, но есть все-таки некоторые нормы законодательные, которые не позволяют совершать определенные действия, которые бы нам очень хотелось совершить, но вот нельзя. Они нарушают свободу других людей или субъектов. И здесь, если вы попробуете взять камеру и зайти в любой торговый центр и начать снимать все, что, собственно, вы видите, тут тоже могут возникнуть проблемы. Это точно так же, как внедрение в частную собственность. Есть режимные объекты, на территории которых нельзя производить съемку. Это точно так же, как нельзя в аэропорту определенные материалы снимать. Да, конечно, где-то кто-то когда-то закрывает глаза, и все равно эти кадры выходят в свет. Но в целом мы не нарушаем требований, которые нам предъявляются. Поставить доп-камеру, подключенную к охранной системе Алабушевой, смотрящую настройку. Вот, вы знаете, предложение тоже хорошее, но практическая реализация этого, я не думаю, что реализуемо вот очень прям просто и легко. Потому что, вот сами задумайтесь, есть служба безопасности, определенного режимного объекта. Вы к нему приходите и говорите, вот вам камера, возьмите там GoPro, условно, любая другая стационарная камера, подключите ее к своей службе, и вот мы будем снимать нашу стройку. Как думаете, что вам ответит, если вот так в лоб к этому вопросу подойти? Я думаю, что вы останетесь без камеры, возможно, даже еще без чего-нибудь, ну и возможно, даже без стройки. Поэтому надо как-то сопоставлять желания с возможностями. По сути, все идет своим чередом, как надо, только по времени проволочки, даже спросить особо нечего. И на самом деле, я с вами полностью согласен. Почему? Потому что действительно, те процессы, которые происходят, они идут в рамках запланированных событий. Да, действительно, бывают временные проволочки, которые зависят не от нас. Как правило, это мировая ситуация, это работа по взаимодействию с определенными структурами, и это нормально. Так работает весь бизнес, это всегда так было и будет, и ничего с этим сделать не получится. Но стоит отметить один очень важный момент. Если кто-то из вас постоянно смотрит передачи «Экспертное время», смотрит вебинары с Павлом Филипповым, видео, которые выходят на наших каналах, можно сделать вывод. Вопросы, которые задаются, на сегодняшний день очень часто повторяются. Очень мало появляется новых вопросов. И это как можно оценить? На мой взгляд, все очень просто. Это говорит о том, что основное количество аудитории понимает, к чему движется проект «Соволмаш», что выполняется, какие процессы сопутствуют этому, и мы идем именно в графике. Мы делаем то, что запланировано. Это лишний раз доказывает то, что работает команда профессионалов, которые знают свое дело. И это действительно хорошо. Хорошо. Ну а те вопросы, которые повторяются, они не всегда, скажем так, конструктивны, они не всегда даже адекватны, не побоюсь этого слова. Но бывает действительно и так, когда один и тот же вопрос приходит к разным людям, и они начинают его задавать. И периодически из передачи в передачу приходится отвечать на одно и то же, хотя, казалось бы, ответ на этот вопрос уже был ранее. Пересмотрите прошлую передачу, либо прошлый видеоролик. Но стоит также и учитывать, что приходят новые зрители, у которых возникает новый вопрос, и чисто физически не всегда человек может ознакомиться со всем тем материалом, который был до. По крайней мере, на это придется потратить огромное количество времени, а настолько щепетильных людей и, соответственно, подходящих к изучению материала, не так уж и много. Да и банально времени сейчас в современном мире у людей тоже не так много. Когда нет новостей, может пропускать выпуски, а не высасывать из пальца и гонять порежняковые беседы. Отлично. Ребят, выключайте эфир, в принципе, заканчиваем. И видео, которое мы сегодня показывали, тоже не нужно. Видимо, такая у вас логика или как? Ну, в принципе, в предыдущем монологе я ответил и на этот вопрос, потому что если вы для себя нового ничего не узнали, исходя из текущей передачи, то это не касается всех. То есть, в принципе, я с вами согласен. Если сказать нечего и говорить не нужно, Но, как правило, как показывает практика, на наших передачах нам всегда есть что сказать. Да, возможно, это не какие-то вау-новости, но, тем не менее, они есть. И это возможность для каждого из участников, зрителей, возможность для тех, кто следит за проектом, задать интересующие вас вопросы. Это тоже важно. Это обратная связь. Сможет ли команда наверстать упущенное и вписаться в предварительное расписание, которое вы недавно опубликовали? Хороший вопрос. Его лучше задать тем специалистам, кто с этим занимается. Давайте я все же не буду на него отвечать, чтобы не предоставить вам дезинформацию. Поэтому мы его зафиксируем, и, я думаю, сможем прокомментировать более развернуто. Потому что порассуждать на эту тему я, конечно, могу, исходя из той информации, которая у меня есть, но не считаю, что это будет правильно. Сделать и стрим со стройки можно даже с телефона. Здравое предложение. И я вам больше того скажу. На сегодняшний день идет формирование социальных сетей Sowellmash. В том числе будет YouTube-канал Sowellmash, будет Instagram и даже TikTok, который набирает обороты. И на сегодняшний день мы будем одними из тех, кто начинает запускать там, если можно так выразиться, экспертный контент. То есть не юмор, а что-то полезное. Хотя юмор тоже периодически бывает полезен, и даже очень адекватный. И вот в рамках всех этих запланированных событий, я думаю, что подобный формат стримов не только из студии, но и с других территорий вы в ближайшее время сможете увидеть. Как только мы сможем подготовить все то, над чем сейчас идет работа, мы сразу же вас оповестим, и у вас будет уникальная возможность подписаться на TikTok Sowellmash. Такого в мире еще не было. Это ваш косяк, косяк команды. Соберите все основные вопросы, напишите на них ответы, повесьте на сайте, и все. Вы понимаете, хорошее замечание. Действительно можно сделать определенный, как принято говорить, фак. Но давайте в реалии все-таки взглянем. Как правило, народ, который начинает интересоваться чем-либо, он не читает эти вопросы. Почему? Да потому что практически везде, где бы они ни были размещены, они, как правило, либо не живые, и человек не хочет искать там что-то подобное, подобие от своего вопроса. Либо просто даже не задумывается на эту тему, и сразу идет в прямой эфир или еще куда-то. Поэтому наши передачи и вебинары нужно воспринимать как возможность живого общения. И, на мой взгляд, это очень хорошая возможность. Далеко не все компании предоставляют такую возможность. Если кто-то может поспорить, ну, сделайте список компаний-производителей, которые ведут живые общения с участниками проектов, либо со своими зрителями, подписчиками и так далее, в зависимости от формата их социальных сетей. И касательно, опять же, создания пласта основных вопросов, я думаю, действительно нужно это будет сделать, и я думаю, что это будет реализовано. Но, понимаете, здесь, вот, если мы посмотрим на тенденции общемировые, совсем недавно не было интернета. Ну, либо он даже был, когда он только появлялся, да, но он был далеко не у всех и каждого. И для того, чтобы им пользоваться, необходимо было пройти тысяча и одно испытание. Во-первых, вам нужно было поставить телефонный модем, включить на него телефонный провод. Ваш городской телефон был занят, а мобильная связь тогда не так была хорошо развита. Плюс это стоило огромных денег, и нужно было покупать эти карточки, стирать. Ну, вы, я думаю, многие из вас и так прекрасно знают, о чем я говорю. И на тот момент общение строилось из средств массовой информации по определенным законам и канонам. Телевидение было тогда на пике. На сегодняшний день ситуация изменилась. Никого не удивить социальными сетями, тиктоками, вконтактами и так далее. Но, опять же, некоторое время, погодя, существовало такое понятие, как форум. И форумы заполоняли все пространство общения людей. Люди там объединялись в группы, создавали кланы, создавали, ну, скажем так, общество по интересам. И общались там. И когда у кого-либо возникал какой-то вопрос, даже была такая крылатая фраза «курить форум». Ведь вы понимали, что вам необходимо, вы знали свой вопрос, вышли на форум, в поиске писали ключевые слова, и пытаясь найти ответ, подбирали то, что вас интересует. На сегодняшний же день люди немного в этом плане обленились. Все готовы написать готовый запрос на Яндекс, на Википедию, на Ютуб, куда угодно, и получить на него сразу готовый ответ. А вот если ваш вопрос немного непопулярный и не укладывается в массу тех вопросов, которые задаются, имеет некоторую другую формулировку, то довольно тяжело найти на него ответ. Потому что навык поиска этих ответов у многих просто уже отсутствует на сегодняшний день. Он стал не нужен, это неудобно. Это то же самое, как карты. Вот для того, чтобы раньше двигаться по мегаполису, скажем, по Москве, вам необходимо было открыть бумажную карту, найти, определить себя, спросить у прохожего какой-то дом, или посмотреть самому, какая улица, с какой стороны. Отлично. Возможно, даже использовать компас. Это целое ориентирование было. Сейчас Яндекс.Навигатор, Гугл.Навигатор, кто угодно. Нажали кнопку, все, телефон повесили. И, как правило, вы едете, и многие даже не знают, куда и где вы едете. Вы знаете, что вот здесь есть финальная точка маршрута, и вы в нее доберетесь. Либо по такому маршруту, либо по такому. Ну, конечно, если у вас не отключился интернет и не начал глючить GPS, вот тогда возникают существенные проблемы. Поэтому нужно как-то соответствовать тенденциям, которые в текущий момент, как модно сейчас говорить, в тренде. И мы стараемся соответствовать. Предложение на будущее. Оснастить парковку около центра солнечными панелями от Виктора Арестова и сделать бесплатную зарядку для всех. Благотворительность. Тема хорошая. Я думаю, что можно о ней задуматься. Если камера встраивается в систему безопасности, то какие проблемы? GoPro не надо. Надо соответствующая система. GoPro была предложена как пример для наглядности. Конечно же, она там не будет нигде. фигурировать. Вы правильно говорите. А для СБшников дополнительный ракурс обзора. Им хорошо и вам неплохо. Ну, давайте оставим этот вопрос профессионалам, которые в нашем случае непосредственно договариваются и общаются. Им будет виднее, как это лучше сделать, когда это сделать и зачем. И делать ли вообще. Сейчас основной вопрос. Время получения порученного листа. Вопрос хороший. Ждем на него ответ. Как только получим, сообщим вам. Ну, все. Уважаемые коллеги, я предлагаю на этом прекратить время нашего прямого эфира и пойти заниматься каждому своими делами. Возможно, кто-то начнет работать, кто-то отдохнет, кто-то пойдет на обед. Но в любом случае всех нас с вами объединяет одно. Это интерес и внимание к проекту Совалмаш. Поэтому, дабы он не угасал и вы не пропускали ничего из жизни проекта, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте колокольчик и нажмите на большой палец вверх. Это тоже очень серьезно помогает в популяризации данных видеороликов и увеличивает охваты среди аудитории Ютуба. Поэтому благодарю вас за нажатые кнопки на ваших телефонах, смартфонах, компьютерах, ноутбуках и так далее. А у меня на сегодня все. До новых встреч. Всего хорошего. Увидимся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok